3 июля тронулось все войско. Иоанн с отменным усердием молился пред иконою Богоматери, которая была с Дмитрием Донским в Мамаевой битве и стояла в Коломенском храме Успения. На пути он с умилением лобызал гроб древнего героя России Александра Невского и благословил память святых муромских угодников, князя Петра и княгини Февронии. В Владимире донесли ему из Свияжска, что болезнь там прекратилась, что войско одушевлено ревностью, что князья Микулинский, Серебряный и боярин Данила Романович ходили на мятежников горной стороны, смирили многих и новую клятву и обязали быть верными подданными России. В Муроме уведомили государя из Москвы, что супруга его тверда и спокойна надеждою на проведение, что духовенство и народ непрестанно молят Всевышнего о здравии царя и воинства. Митрополит писал к Иоанну с ласкою друга и с ревностью церковного учителя. «Будь чист и целомудрен душою», — говорил он, — «смиряйся в славе и бодрству и в печали. Добродетели царя спасительны для царства». И государь и воеводы читали сию грамоту с любовью. «Благодарим тебя», — ответствовала Иоанн Митрополиту, — «за пасторское учение, вписанное у меня в сердце. Помогай нам всегда наставлением и молитвою. Идем далее. Да сподобит нас Господь возвратиться с миром для христиан». Он не терял ни часа в бездействии, пеший на коне смотрел полки людей оружия. Велел расписать детей боярских на сотни и выбрать начальника для каждой из воинов, знатнейших родом. Отпустил Шикалея в судах Казани с князем Петром Булгаковым и стрельцами. Послал дружину, яртаульную, наводить мосты. И 20 июля, вслед за войском, переехав Аку, ночевал в Саканском лесу на реке Велитиме, в 30 верстах от Мурома. Второй стан был на Шиликше, третий под Саканским городищем. Князья Касимовский и Темниковский присоединились к войску своими дружинами, татарами и мордвою. Августа первого государь светил воду на реке Мяне. В следующий день войско переправилось за Аллатырь и 4 августа с радостью увидела на берегах Суры полки князей Мстиславского, Щенятева, Курбского, Хилкова. Обе многочисленные рати шли дремучими лесами и пустынями, питаясь ловлею, ягодами и плодами. «Мы не имели запасов с собою», пишут очевидцы. «Везде природа до наступления поста готовила для нас изобильную трапезу. Лоси являлись стадами, рыбы толпились в реках, птицы сами падали на землю пред нами». Тут у Баранчеева городище ждали царя послы Свияжские и Черемисские с донесением, что весь правый берег Волги ему повинуется в тишине и мире. Мятежники раскаялись, и царь в знак милости обедал с их старейшинами. Они клялись загладить вину свою, очистили путь для войска в местах тесных, навели мосты на реках, хотели усердно служить нам мечом под Казанью. 6 августа Иоанн на речке Кивате слушал литургию и причастился святых тайн. 11 августа воеводы Свияжские встретили государя с конницу и пехотою. Они шли тремя полками, в первом князь Александр Горбатый и вельможа Данила Романович, во втором князья Симеон Микулинский и Петр Серебряный Аболенский с детьми боярскими. В третьем казаки и горные жители, черемисы с чувашими. Царь приветствовал и воевод и воинов числом более 20 тысяч, звал их к руке, говорил с ними, хвалил за устройство и мужество, угостил всех на Лугубейском. Сановники, рядовые обедали под наметами шатров. Время и места были прекрасные. С одной стороны являлись глазам зеленые равнины, холмы, рощи, леса темные. С другой — величественная Волга с дикими утесами, с картинными островами, за нею необозримые луга и дубравы. Изредка показывали селения чувашские в крутизнах и в ущельях. Жители давали нам хлеб и мед. Сам государь в постное время не имел иной вкуснейшей трапезы. Пили чистую воду, и никто не жаловался, трезвость и веселье господствовали в стане. Августа 13-го открылся Свиярск. С любопытством и живейшим удовольствием царь увидел сиюный его велением созданный град. Знамение победы и торжества христиан в пределах зловерия. Духовенство с крестами, князь Петр Шуйский и боярин Заболоцкий с воинскую дружиною приняли Иоанна в вратах крепости. Он пошел в соборную церковь. Там диаконы пели ему многолетие, а бояре поздравляли его как завоевателя и просветителя земли Свиярской. Осмотрев крепость, богатые запасы ее, красивые улицы, домы, государь изъявил благодарность князю Симеону Микулинскому и другим начальникам. Любовался живописными видами и говорил вельможам, что нет в России иного столь счастливого местоположения. Для него изготовили дом. «Мы в походе», — сказал Иоанн, сел на коня, выехал из города и стал в шатрах на лугу Свияги. Войско, утружденное путем, надеялось отдохнуть среди изобилия и приятностей сего нового места, куда съехалось множество купцов из Москвы, Ярославля, Нижнего со всякими товарами. Суда за судами входили в пристань, берег обратился в гостиный двор. На песке в шалашах раскладывались драгоценности европейской и азиатской торговли. Люди знатные и богатые нашли там свои запасы, доставленные Волгою. Все были как дома. Могли вкусно есть и пить, угощать друзей и роскошествовать. Но Иоанн, призвавший к Алея, князя Владимира Андреевича и всех думных советников, положил с ними немедленно идти к Казани. Алей, будучи родственником ее нового царя Едигера, взялся написать к нему убедительную грамоту, чтобы он не безумствовал в надменности, не считал себя равносильным великому монарху христианскому, смирился и приехал в стан к Иоанну без всякой боязни. Написали и к вельможам Казанским, что государь желает не гибели их, а раскаяния, что если они выдадут ему виновников мятежа, то все иные могут быть спокойны под его счастливую державую. Все их грамоты были посланы с татарином 15 августа, а в следующий день войско уже начало перевозиться за Волгу. Приступая к описанию достопамятной осады Казанской, заметим, что она вместе с Мамаевой битвою до самых наших времен живет в памяти народа как славнейший подвиг древности, известный всем россиянам и в чертогах, и в хижинах. Два обстоятельства дали ей сию чрезвычайную знаменитость. Она была первым нашим правильным опытом в искусстве брать укрепленные места. И защитники ее показали мужество удивительное, редкое, отчаяние истинно великодушное, так что победу купили мы весьма дорогую ценою. Быв готовы мирно поддаться Иоанну, чтобы избавиться от лютости Шикалеевой, они в течение пяти месяцев имели время размыслить о следствиях. Казань с наместником Иоанновым уже существовала бы единственно как город московский. Ее вельможи и духовенство предвидели конечное падение их власти и веры. Народ ужаснулся рабство. В душах вспыхнула благородная любовь к государственной независимости, к обычаям, к законам отцов. Усиленная воспоминаниями древности, раздраженная ненавистью к христианам, прежним данникам, тогдашним угнетателям Батыева потомства. Она преодолела естественную склонность людей к мирным наслаждениям жизни, произвела восторг, жажду мести и крови, рвения к опасностям и к великим делам. В движении в пылу геройства казанцы не чувствовали своей слабости, а как в самой отчаянной решительности надежда еще таится в сердце, то они исчисляли все безуспешные приступы к их столице и говорили друг другу, не в первый раз увидим москвитян под стенами, не в первый раз побегут назад в Освояси и будем смеяться над ними. Таково было расположение царя и народа в Казани. Но Иоанн предлагал милость, чтобы исполнить меру долготерпения согласно с политикою его отца и деда.